Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Молодежный состав Крыльев упустил победу в Перми. Успех был близок, но Амкар на последних минутах все-таки сумел сравнять счет. На матч с Амкаром футболисты молодежного состава Крыльев Советов отправились на автобусе. Почти 900 километров самарская команда проехала за 14 часов. В день приезда футболисты Владимира Филиппова и Динара Шарипова успели не только отдохнуть, но и провести предматчевую тренировку. Оставалось хорошо поспать и восстановить силы, чтобы на следующий день дать бой одному из главных конкурентов по таблице. В заявке на игру с Амкаром у гостей произошло только одно серьезное изменение. Оно снова коснулось последнего рубежа. Голкипер Максим Павлов остался в Самаре в расположении основной команды. И защищать ворота Крыльев по решению тренерского штаба вышел 17-летний Богдан Овсянников. В первые минуты работы у вратаря самарцев было минимум. А вот у его визави и замкара начало встречи превратилось в кошмар. Уже на восьмой минуте хозяева пропустили. Евгений Сланков сделал прострел на Егора Голенкова, а нападающий Крыльев в касание отправил мяч в сетку. Этот гол стал первым до 17-летнего футболиста в этом сезоне. Отпраздновал это событие Голенков эффектно в стиле игрока мадридского реала сборной Португалии Криштиану Роналду. Пропущенный гол подействовал на Пермяков, как укол адреналина. Хозяева быстро перехватили инициативу и спустя 4 минуты упустили момент с приставкой «Супер». Иван Столяров споткнулся на ровном месте и позволил выскочить один на один с вратарем Антону Гоге. Нападающий Амкара обыграл Овсянникова, нанес удар и тут же схватился за голову. Мяч чудом прошел мимо ворот. Порой возникало ощущение, что футболисты Амкара пытались попасть в невидимую мишень, которая находится не в воротах, а рядом с ними. До конца тайма хозяева нанесли огромное количество ударов. Те, что пришлись в створ, можно пересчитать по пальцам. Крылья спокойно наблюдали, как соперник стреляет по воробьям за их воротами. Но и сами в атаке не блистали. До конца первого тайма счет на табло сохранился, и команды отправились на перерыв. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Во второй половине дела у команды Филиппова пошли хуже. Хозяева поправили, прицелы заметно прибавили. Оборона самарцев с нападками соперника с трудом, но справлялась. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Более того, за 11 минут до финального свистка крылья оказались в большинстве. Во время быстрой контратаки Георгий Енев совершил фолл последней надеждой на Никите Панкове и сразу увидел перед собой красный свет. Спустя минуту крылья пропустили удар от Рината Гусейнова, который забрался в положение вне игры. Арбитр гол отменил, но осадок остался. На 85-й минуте он превратился в горечь от еще одного пропущенного мяча, но на этот раз засчитанного. Удар у Андрея Трунина получился на заглядение. Мяч залетел в дальнюю девятку ворот Овсянникова. В итоге 1-1. Молодежный состав крыльев Советов упускает победу в Перми, а вместе с ней возможность обойти Амкар в турнирной таблице. Самарцы остаются на 14-й строчке, но догоняют по очкам Ростов. Очередную попытку совершить подъем по турнирной лестнице крылья предпримут 30 сентября. На своем поле они сыграют с молодежкой Анжи. Начало встречи в 15.00. Субтитры подогнал «Симон» Основной состав крыльев на минувшей неделе провел сразу два поединка. Перед выездом в Пермь наша команда отправилась в Ярославль, где стартовала в Кубке России. Подробный рассказ об обеих встречах ждет вас в нашем следующем сюжете. Перед первым матчем в Кубке России крылья Советов исполняли незавидную роль главного аутсайдера чемпионата страны. После семи туров самарцы шли в турнирной таблице на самом дне, а настроение, которое царило в рядах волжан, даже не приходилось гадать. Поводов для радости не было. Поэтому удачный исход матча в Ярославле для крыльев был важен в первую очередь с точки зрения психологии. Быть может, успех в Кубке станет залогом побед в чемпионате. В поединке с командой из футбольной национальной лиги Франк Веркаутран дал отдохнуть почти всем лидерам и выпустил на поле смешанный состав. А вот от своих тактических принципов главный тренер самарцев к разочарованию многих не отказался и сыграл с клубом ФНЛ в три центральных защитника. Добавляем к этому еще двух фланговых игроков обороны и получаем, что против Шинника у гостей в защите действовало больше половины коллектива. В начале матча у перенасыщенной обороны было много работы. Шинник играл вдохновенно, много атаковал, бил поворотом и заставлял нервничать Евгения Конюхова. Так продолжалось около 15 минут. После этого крылья взялись за дело. Нельзя сказать, что самарцы задавили соперника валом атак. Вовсе нет. Команда Веркаутрана за весь первый тайм создала всего два реальных момента для взятия ворот. Первый же из них закончился забитым мячом. На 33-й минуте Сергей Ткачев выполнил навес с угла поля. Суматохой в штрафной лучше всех воспользовался Сергей Корнеленко, который в падении отправил мяч в сетку. Поведя в счете, крылья тут же создали еще один момент. Илья Визнович выкатил мяч под удар Кристиану Пускуата, а итальяне с мощнейшим выстрелом сотряс крестовину. Шинник таких возможностей в первом тайме не получил. Как и в начале второго. После перерыва крылья забили еще. На 56-й минуте Визнович вновь проявил себя как прекрасный ассистент. Юный нападающий по-взрослому выдал пас на Ткачева. Удар Хавбека получился мощным и красивым. Мяч, миновав всех игроков, чуть не порвал сетку в дальнем углу. И уже 0-2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй гол стал для Шинника приговором. К чести ярославцев отметим, что играть они не бросили. Но и распечатать ворота Конюхова, несмотря на все старания, не сумели. 2-0. Крыльев впервые за 12 лет увозит победу из Ярославля. Она позволила команде Франка Веркаутерана выйти в 1-8 финала Кубка России. На этой стадии самарцы сыграют с московским локомотивом. Предварительно встреча должна состояться на стадионе «Металлург» 26 октября. После прилета из Ярославля времени на отдых у Крыльев не было. Спустя три дня самарцам предстоял выезд в Пермь. На матч чемпионата страны против Амкара. Команда Гаджи-Гаджиева – одно из открытий этого сезона. В последнем туре прямяки на выезде отгрузили три мяча Грозненскому Тереку, вышли на четвертое место и готовились продолжить подъем по таблице в игре с крыльями. На деле все получилось по-другому. В первом тайме игра команд не вызывала ничего, кроме сонливости. По-настоящему жарко и весело в этот момент было только в одном из самарских спортбаров. Всеми силами пытался скрасить впечатление от того, что происходило на поле в окружении болельщиков. Экс-игрок Крыльев Советов и Амкара, а ныне ведущий на телеканале Матч ТВ Евгений Савин. Он прилетел в город на Волге специально прокомментировать матч в рамках тура, организованного одной крупной букмекерской компанией. Только крылья, только победа! Во втором тайме Савину стало работать намного легче. Сразу после перерыва в матче случился первый взрыв эмоций. Нападающий Крыльев, Кристиан Паскуата продолжает находиться в поисках себя. Итальянец пробует себя во всех ролях, и пока лучше всего у него получается отдавать отличные передачи. Пас на Джерем Бакогу получился прекрасным, а вот удар у нигерийца вышел неточным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У футболистов Амкара в атаке не получалось ничего. Хорошо, хоть в обороне один из лидеров чемпионата не подкачал. Во второй половине ближе к забитому мячу были крылья. Под занавес встречи гости упустили еще один шанс. Бакогу не пожадничал и отдал пас на Иоанна Мало, который из убойного положения отправить мяч в сетку не смог. Снаряд попал в защитника Пермяков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финальный свисток. Зафиксировал нули на табло. Крылья продолжают оставаться без побед в чемпионате и замыкают турнирную таблицу. Следующий матч самарская команда проведет на Металлурге 1 октября. В гости к ней пожалует Махачкалинский Анжи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сезон в российском пляжном футболе завершился баталиями за Кубок страны. Крылья Советов успешно прошли все предварительные стадии, однако включиться в борьбу за главный трофей на этот раз не смогли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сезон пляжного футбола в России подошел к концу. Его финальный аккорд прозвучал в Сочи в середине сентября. 14 команд из 11 городов страны на прекрасном современном пляжном стадионе и Меретинске разыграли Кубок России, второй по значимости трофей в отечественном бичсокере. Заключительный турнир сильнейших пляжников страны никак не мог не обойтись без самарских крыльев Советов. Пятая команда чемпионата Суперлиги выигрывала Кубок России 6 лет назад. Сейчас в силу разных обстоятельств побороться за победу самарцам было тяжело. Тем не менее, задача руководством клуба была поставлена высокая – побороться за попадание в полуфинал. Крылья приступили к ее решению без главного тренера Джилберта Косты, который завершил сотрудничество с самарской командой и улетел в Бразилию. В матчах Кубка России волжане выступали под руководством украинского специалиста Юрия Клименко. На групповой стадии его подопечные соперники достали Золотое из Санкт-Петербурга и Сартревел из Калининграда. В первом туре группового отбора Крылья встречались с Золотым. Серебряный призер чемпионата Суперлиги и победитель Кубка двух столиц приехал в Сочи только с одной целью – победить. Откладывать дело в долгий ящик питерцы не стали. Самарцы оказались к такой прыте соперника не готовы и получили в свои ворота пять мячей. Далкипер Золотого пропустил однажды. При счете 0-3 красивый точный удар с центра поля нанес бразильский легионер Фернандо. Уступив фавориту турнира, Крылья даже не думали вешать нос. Выход в четвертьфинал полностью зависел от матча с командой Стартревел. Гости из Калининграда в элиту российского пляжного футбола не входят. Тем не менее, борьбу они с Амарцем навязали, хоть и проиграли 1-3. Дубль у победителей оформил Фернандо, а еще один мяч ворота соперника отправил Федор Земсков. Победа над калининградцами позволила Крыльям занять второе место в группе «Б» и выйти в четвертьфинал. На этой стадии их ждал голодный до побед столичный локомотив. До Кубка России сезон для железнодорожников проходил по грустному сценарию. Базовый клуб сборной России стал только третьим в чемпионате Суперлиги и остановился на этой же строчке в Кубке двух столиц. Не задалось выступлению у москвичей и в пляжной лиге чемпионов, где они финишировали шестыми. Между прочим, это всего лишь на две позиции выше, чем у тех же крыльевсоветов, которые заняли в Италии восьмое место. Последним шансом что-то выиграть в этом сезоне локомотив воспользовался блестяще. Равная борьба на сочинском песке в матче с крыльями шла только до 19-й минуты, когда после точного удара Земского счет стал 1-1. Далее мячи залетали только ворота самарцев. Отметим, что дважды их умудрился огорчить вратарь локомотива и сборной России Максим Чушков. Поддержали его в этом вопросе Илья Леонов и Анатолий Перемитин. В итоге 5-1 в пользу Лока. Отметим, что на следующий день железнодорожники выйдут в финал и поднимут кубок над своими головами, завершив сезон на мажорной ноте. Проиграв будущему обладателю Кубка России, крылья Советов закончили выступление в Сочи восьмерки лучших команд турнира. За сезон, по ходу которого самарцев из-за многочисленных проблем бросало то в жар, то в холод, им можно поставить твердую четверку. Более подробный анализ выступления пляжных крыльев мы подведем в одном из ближайших выпусков футбольного региона вместе с президентом клуба Евгением Храмовым. Беглого взгляда в турнирную таблицу достаточно, чтобы понять, в поединке с Анжи крыльям нужна только победа. С вами был Дмитрий Петров. В субботу встречаемся на стадионе, а ровно через неделю в программе «Футбольный регион» на сайте телерадиокомпании «Губерния» и официальном сайте крыльев Советов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»